В водоемах Ламатинской области пропадает рыба. Стремительное исчезновение сазанов и жерехов может сказаться не только на экологии, но и на тех, кто кормится рыбным промыслом. Прокурору уже заявили о необходимости ужесточения наказания за браконьерство. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Заядлый рыбак Алексей Сверидов признается, что улов его уже давно не радует. Больше 500 грамм свежей рыбы он домой не приносит. А ведь еще несколько лет назад ведра были полны сазанами и жерехами. Подходишь к каждой заводе, что такое? Всегда тучами ходили. Одна-две рыбки плавают. В чем дело? То есть в нашем краю водные ресурсами соответствующие службы не занимаются. Рыба расстреляна, экология расстреляна. Ученые подтверждают слова рыбака. В Балхаше и Волоколе в последние годы резко снизилась численность промысловых рыб. Специалисты говорят, что причина тому отсутствие места для нереста сазанов, судаков и жерехов. Рыба поднимается поверху, по реке, и нерестится. А сейчас она все забита. В этом году вроде выделены дними. Сколько лет уже этот вопрос поднимается. Если уси будут очищать, больше нерестилища рыба будет нереститься. Больше запас рыбы будет. Прокуроры винят браконьеров и скупщиков незаконно добытой рыбы. Они уверены, что только ужесточение законодательства способно спасти фауну Алматинской области. О дополнении и внесении поправок, предусматривающих уголовную ответственность за незаконную транспортировку без соответствующих документов, не подтвердивших источник происхождения рыбы. По словам контролеров, виновны в обеднении рыбных запасов и предпринимателей, которые по квоте должны взамен пойманной рыбы выпустить водоем мальков. Но на деле, собрав многотонный улов, они почти не восполняют урона. С десятками таких нерадивых природопользователей в прошлом году чиновники разорвали договоры. Между тем, уже сейчас на рынках Алматинской области минимальная цена за мелкого сазана 600 тенге. Судак стоит от 1000 тенге за килограмм. Так что покупатели все чаще вынуждены делать выбор в пользу привозной морской рыбы.